А перед началом ролика приглашаем вас посетить наш Бусти. Тут мы публикуем много материала, который блокируется на всех остальных площадках для просмотра контента. А также много всего другого. Также самый интересный материал там мы публикуем гораздо раньше, чем где-либо еще. А еще всего лишь за небольшую подписку или разовую оплату можно поддержать автора канала и стать соавтором нового контента. Найти наш Бусти можно, как всегда, по ссылке в описании. Доброе утро, коллеги. Меня зовут Андрей. Я являюсь представителем компании EOS. И сегодня со своим коллегой Александром, который является представителем Российского технологического университета мира, мы проведем вебинар, посвященный модулю управления совещаниями и голосованием в системе электронного документа оборота. Под названием ДЕО. Подскажите, пожалуйста, меня хорошо слышно, видно? Отлично. Итак, у нас вебинар предполагает продолжительность примерно от 1 часа до 1 час 15. Видеозапись вебинара у нас производится, поэтому после окончания вебинара ссылка на видеозапись будет вам предоставлена. Ну и, соответственно, если по ходу вебинара у вас будут возникать какие-то вопросы, вы можете их писать в чате, мы постараемся ответить. Но если вопрос требует более глубокого и детального разъяснения, либо вы не успеете написать в чате, то всегда можете нам направить на наш почтовый ящик marketsobaka.eos.ru любые ваши вопросы, пожелания, комментарии и так далее. О чем сегодня мы в рамках данного вебинара будем говорить? Мы поговорим про модуль управления совещаниями, который является одним из модулей в системе дела. Мы поговорим про какие бывают события, такие как мероприятия, заседания, совещания, экспертизы. Ну, соответственно, чем они различаются. Мы поговорим про возможность организации голосования в модуле, который мы рассматриваем в рамках нашего вебинара. Мы поговорим про создание событий из пункта плана. Ну и на практике мы с вами посмотрим один из возможных сценариев, который возможен в модуле управления совещаниями. Мы конкретно посмотрим с вами сценарий с момента создания некоторого события и до момента выдачи поручения руководителям компании. Итак, пройдение мероприятий, совещаний и экспертиз. Модуль управления совещаниями и голосованиями является одним из модулей системы дела. Он, соответственно, поставляется отдельно. И если в системе дела такой модуль установлен, и сотрудники, которые в соответствии с учетной политикой вашей компании имеют право принимать участие в тех или иных событиях, у них настраивается, соответственно, доступ к данному модулю, и в системе дела у них на панели появляется соответствующая кнопочка события. Чуть позже мы это посмотрим. Чем данный модуль удобен? Во-первых, во многих компаниях действительно часто проводятся различные мероприятия, различные заседания, различные голосования и так далее. И, соответственно, очень много может быть ручной работы, бумажной работы и так далее. И для того, чтобы вот процедуру упростить и автоматизировать, мы можем всю нашу работу перевести вот в данный модуль. Соответственно, этот модуль, конечно, экономит время, исключает различные ошибки при проведении тех или иных мероприятий. Ну и самое главное, так как этот модуль интегрирован в систему дела, соответственно, все, что мы делаем в данном модуле, оно находится в едином контуре нашей системы дела. То есть любые мероприятия, которые мы создаем, они появляются в календаре у тех сотрудников, которые тем или иным образом принимают участие в данном, в данных событиях. Соответственно, любой сотрудник, который заходит в свой календарь, сразу может увидеть назначенное на такое-то число события, сразу увидит дату, соответственно, контроль данных дат, потому что, допустим, там срок уже подходит, да, что надо принимать участие, статус того или иного события, ну и, соответственно, ссылку на карточку. То есть перейти сразу непосредственно в события. Далее все документы, которые появляются в ходе работы модуля управления совещаниями, они точно так же остаются в едином контуре системы дела и уже в зависимости от принятых норм вашей компании по документу оборотов, соответственно, они продолжают дальнейшее движение. Ну, допустим, мы провели какое-либо совещание, по итогам совещания получили протокол, протокол мы здесь же в системе дела его утвердили, и в этой же системе дела мы с вами на основе протокола, допустим, раздали поручения сотрудникам. Поэтому все документы и все действия, которые мы производим в модуле события, в модуле голосования и совещания и в системе дела, оно находится все в едином контуре. Ну и, соответственно, давайте мы посмотрим, как выглядит данный модуль и перейдем непосредственно в систему дела. Итак, перед вами сейчас на экране главная страница входа в систему дела, актуальной версии, и для того, чтобы нам попасть в систему дела, нам необходимо зайти в личный кабинет должностного лица. Мы с вами будем заходить сейчас в систему под учетными данными секретаря компании. У секретаря компании есть установленный модуль и, соответственно, права работы в этом модуле, и поэтому на панели наверху появляется соответствующая надпись «Событие». Также в личном кабинете, если есть доступ к событиям, есть блок соответствующий события, где появляется информация о том, что есть сейчас активные какие-либо события, новые события, ну и так далее. То есть, в принципе, мы можем как здесь переходить в модуль события, так и вверху по нажатию кнопки «Событие». Итак, мы переходим в события. Что мы здесь с вами видим? Мы видим список карточек наших событий, и анализируя данный список, мы видим вид событий, существуют заседания, совещания, мероприятия, экспертизы. Чуть позже я вам расскажу, в чем различаются данные виды события. Далее мы можем посмотреть, соответственно, название каждого из событий и обязательно можем увидеть статус. То есть, вот если сейчас внимательно смотреть, у нас, скажем так, есть, допустим, заседание 01.22, протокол утвержден. Далее 0.7.22, событие находится в статусе голосования и так далее. То есть, мы всегда можем понимать, какой у нас с вами статус. Ну и, соответственно, если у нас в момент, скажем так, формирования повестки дня, допустим, итогового протокола, программы мероприятий, то есть, появляются соответствующие документы, то здесь в общем списке мы точно так же и как бы с вами видим. То есть, вот мы видим, допустим, протокол утвержден, мы видим, что у нас есть утвержденная повестка дня и утвержденный протокол. Допустим, в следующем событии у нас идет процесс голосования, но у нас повестка дня утверждена. Протокола пока у нас с вами нет, потому что идет процесс голосования и так далее. То есть, модуль у нас показывает непосредственно виды событий и статус этих событий. Так, подскажите, пожалуйста, трансляция у всех идет? Потому что я вот смотрю в чате, кто-то пишет, что не показывает. Отлично. Сразу могу подсказать тем присутствующим, у кого по каким-то причинам не идет трансляция, либо обновите страницу, либо выйдите и заново зайдите в совещание. И тогда у вас трансляция будет выйти в обычном режиме. Спасибо. Итак, мы находимся в модуле события. И давайте посмотрим, в чем у нас заключается разница между различными видами событий. Итак, если мы говорим про события мероприятия, давайте откроем карточку мероприятия. Карточка мероприятия будет выглядеть следующим образом. У нас есть некоторый организатор данного события. И в рамках данного события заводятся определенные задачи, которые требуют выполнения. Соответственно, по каждой задаче назначается какое-либо ответственное лицо, ставится, соответственно, дата данного выполнения задачи. И по итогам работы данного непосредственно в этом событии мероприятия у нас согласовывается программа мероприятия. Далее программа у нас, соответственно, каким-то образом выполняется. И по итогам формируется уже итоговый документ, который будет называться программа итоги реализации данной программы. Далее следующий вид события у нас экспертиза. Экспертиза может данный вид событий использоваться, когда нам необходимо провести, к примеру, экспертизу ценностей документов. Соответственно, мы создаем события экспертиза и выполняем весь комплекс мероприятий, который нам потребуется для того, чтобы провести экспертизу ценностей. В этом случае также у нас появляется председатель, секретарь, и выносятся вопросы, связанные непосредственно с экспертизой ценностей документов. Ну, допустим, у нас есть ряд документов, срок хранения которых истек. Нам, соответственно, необходимо посмотреть эти документы и принять какое-то решение. К примеру, допустим, выделить их к уничтожению. Соответственно, в карточке есть соответствующие поля, допустим, источник поступления, тип документов, воды. Ну и, собственно говоря, вопрос по существу. То есть, что мы с вами рассматриваем. После чего комиссия в составе определенных участников проводит определенное выражение своих мнений. И на основании мнений мы принимаем некоторое решение. То есть, допустим, в данном примере мы говорим о том, что документы за 1994-2001 годы принять к уничтожению по описи. По итогам, соответственно, работы такого события у нас появится соответствующий протокол, который говорит о том, что необходимо эти документы уничтожить. Ну и когда мы говорим про события экспертизы, у нас есть возможность сформировать отчет. И если у нас протокол уже утвержден, то отчет будет окончательным. Если у нас протокол пока еще не утвержден, соответственно, мы можем сформировать предварительный отчет, при необходимости его сохранить, распечатать, сделать все остальные операции, которые мы можем с ним делать. Ну и следующий вид событий – это у нас совещание либо заседание. Давайте откроем какую-нибудь карточку и посмотрим, что у нас имеется. Итак, заседание или совещание предполагает тот момент, когда есть ряд вопросов, которые необходимо нам осветить и послушать каждого выступающего и потом провести процедуру голосования и принять тоже какие-то решения. В данном случае модуль позволяет нам вынести на повестку какие-либо вопросы, согласовать соответствующую повестку, далее назначить по каждому из вопросов докладчика, далее, соответственно, когда пройдет непосредственно само совещание либо заседание, выслушать этих докладчиков и запустить процедуру голосования. После того, как будет запущена процедура голосования, то каждый из участников, а это могут быть участники, которые принимают участие в качестве докладчика, либо приглашенные участники, которые не являются докладчиками, но при этом они принимают участие в голосовании, начинают выражать свои мнения и по итогам голосования мы можем увидеть по каждому вопросу голоса из-за, против, воздержался и так далее. И, соответственно, система позволит нам подсчитать все необходимые голоса и принять какие-то решения, то есть там, допустим, положительные, либо там отрицательные решения, либо еще какие-либо. Допустим, если мы в рамках конкретной повестки дня решили, что по конкретному вопросу мы сейчас не будем принимать решение, мы можем нажать кнопочку «Отложить вопрос» и перенести данный вопрос, допустим, в следующее совещание, которое, например, условно через месяц у вас пройдет и продолжить там его рассматривать. По итогам принятых решений по тем или иным вопросам и после подсчета голосов мы можем сформировать протокол и уже соответствующий протокол после утверждения мы можем направить сотрудникам на ознакомление, либо в качестве резолюции на выполнение. Также у нас имеется возможность делать выписки из тех или иных протоколов. Вот такие у нас есть виды событий, которые предусмотрены в модуле управления совещания и голосованиями. Чуть позже на практике мы посмотрим один из сценариев работы данного модуля. Каким образом имеется возможность создавать данные события? Значит, первый способ. Есть кнопочка «Создать». И, соответственно, сотрудник, который имеет право создавать такие события, нажимает ее, и у него есть несколько вариантов. Значит, первый вариант – это создать новое. В этом случае, нажав на кнопку «Новое», мы выбираем тип события, то есть мероприятие, экспертиза, либо собрание. Собрание у нас может быть либо заседание, либо совещание. Выбрав соответствующий тип события, открывается необходимая карточка. Но так как это у нас новое событие, поэтому карточка будет совершенно пустая, поэтому нам необходимо будет ее заполнить, ну и далее осуществить весь необходимый комплекс мероприятий. Далее, есть вариант «Создать» из последнего созданного события. Такой вариант создания события будет удобен, когда, ну, к примеру, у нас еженедельно проходят одни и те же совещания с одним и тем же, скажем так, составом участников. Поэтому, чтобы каждый раз не создавать новое с нуля событие, мы нажимаем «Из последнего созданного». То есть вот у нас неделю назад было одно совещание, мы нажали «Из последнего созданного», и нам, соответственно, создается похожая карточка с похожим названием, с тем же самым составом участников. Но наша задача только присвоить другой номер, соответственно, дату, и вынести на повестку дня, ну, если это у нас, например, заседание, да, ну, другие вопросы, либо вставить вопросы, там, скажем так, из отложенных, либо скопировать из ранее проведенных совещаний. Дело в том, что если мы каждый раз рассматриваем одни и те же вопросы, у нас также есть возможность зайти в предыдущее совещание, скопировать вопросы, и здесь их просто вставить и заново рассматривать. Поэтому будет удобно создать «Из последнего созданного» совещания. Ну и есть вариант «Из выбранного». То есть мы выбираем непосредственно какое-либо из представленных событий, как мы его выделили, и нажали «Создать из выбранного». И в этом случае у нас точно так же создастся карточка события на основе того, события, которое было выбрано. Соответственно, вот у нас перенеслись также названия, допустим, место проведения, уже подставился председатель, то есть в соответствии с выбранным, да, соответственно, участники поставились. Ну и наша задача только вставить сюда вопросы и провести соответствующую процедуру. Там, допустим, выслушивание докладчиков и организация голосования. И есть еще один способ создания события в кнопочке «Создать» на основании пункта «Плана». Данный способ я вам покажу в конце вебинара, более подробно на нем остановимся, поэтому сейчас пока про него рассказывать не буду. И еще один частный случай есть, когда мы с вами просто находимся в системе дела, работаем с какими-либо документами, и в какой-то момент нам, допустим, приходит какой-то, скажем, документ, приказ, например, распоряжение, служебная записка, ну, то есть, так как это у вас в соответствии с вашей учетной политикой, вот мы работаем в обычном режиме с документами, и вот приходит, например, нам служебная записка. Необходимо провести заседание институционного комитета. И вот чтобы нам не переходить сразу в модуль события, нам достаточно, в принципе, вот здесь сразу же в карточке нажать еще и выбрать «Создать события». Сразу же из карточки выбираем необходимое событие. Ну, допустим, у нас предполагается собрание. Сразу создаем, и у нас создается новая карточка, где после создания в основании мы сразу увидим ссылку на данную карточку. Ну, и, соответственно, у нас есть возможность карточку заполнить и запустить процесс уже связанный с созданием заседания и все остальные процедуры. То есть вот такой способ. Итак, мы с вами рассмотрели варианты, какие бывают у нас событий, варианты создания данных событий. И теперь на основе одного из событий мы хотим показать вам сценарий и с момента создания событий и до момента выдачи поручений руководителя сотрудникам компании. В этом поможет мой коллега Александр. И поэтому сейчас мы с вами приступим непосредственно к практической части. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня я покажу вам сценарий о том, как нам создать заседание. Первое, что нам нужно сделать, это войти в рабочий кабинет сотрудника. В нашем случае это будет секретарь Лихачева. После того, как мы зашли в рабочий кабинет, нам нужно перейти по вкладку события. Нажимаем создать. Новое. Выбираем собрание. И нажимаем создать. У нас создается рабочая карточка проекта собрания. И она будет в статусе проекта. Вот она как раз и находится в своем статусе. Это означает, что нам нужно заполнить данные для того, чтобы ее зарегистрировать. Первое, что нам нужно сделать, это выбрать председателя. В нашем случае это будет Захаров. После того, как мы выбрали председателя, нам стоит заполнить основные поля. Поля, чтобы мы смогли составить карточку заседания. Первое, что мы делаем, это даем нашему собранию номер. Потом мы даем ему название. Также при необходимости вы можете проставить ему дополнительные статусы. Например, если ваше собрание является внеочередным, заочным, высокой должности. Следующим же обязательным пунктом является проставление даты начала. Можно как раз таки выбрать любую дату, менять время как по часам, как и по минутам. Я же поставлю сейчас. Все остальные даты являются необязательными. То есть их можно поставить, но при создании необходимо заполнить исключительно дату начала. После чего мы заполняем место проведения. И основание. В основании у нас может быть просто текст, например. Необходимость в обновлении. Но также мы можем сюда вставить ссылку на карточку документа. Для этого мы переходим в основной экран и выбираем карточку документа, которая нас интересует. В моем случае это будет заседание общественного комитета. Копируем в буфер обмена. Возвращаемся на нашу вкладку. Нажимаем добавить ссылку на документ. Ставить из буфера обмена. Ставить. И вот у нас появляется ссылка на рабочую карточку документа, которая нас интересует. После того, как мы заполнили основные наши пункты, мы нажимаем регистрировать. И прошу вас обратить внимание на появляющиеся предупреждения. Они у нас появляются в двух случаях. Первое, когда мы что-то обязательно не заполнили. Или же в нашем случае, когда участники, которые участвуют в нашем собрании, уже заняты в других мероприятиях. После того, как мы зарегистрировали карточку собрания, нам нужно создать повестку дня. Для повестки дня у нас указываются вопросы. Поэтому мы переходим во вкладку «Вопросы». Нажимаем «Редактировать». И у нас появляется возможность эти самые вопросы создавать. Мы можем просто создать вопрос. Мы можем создать сразу подпункт вопроса. Подпункты вопроса мы можем перемещать и из любого вопроса создавать подпункт и возвращать его обратно. А также у нас есть возможность создавать вопросы из отложенных. То есть, если раньше вопрос на каком-то заседании не был рассмотрен, то мы можем как раз нажать на соответствующую кнопку. И у нас вопрос появится из отложенных. А также, если у нас какой-то вопрос фигурирует в нескольких собраниях, в нескольких заседаниях, то мы можем скопировать его из буфера обмена. Сейчас я создам три вопроса. Если вы обратите внимание, то все наши вопросы находятся в статусе проекта. Это означает то, что их тоже нужно зарегистрировать и заполнить информацию о них. Первое, что мы заполняем, это содержание. То есть, это по факту название вопроса. То есть, о чем в этом вопросе будет говориться. После чего, опять же, мы заполняем основание. Оно может быть заполнено точно так же либо текстом, либо ссылкой на документ. После чего мы обязательно ставим дату начала и выбираем докладчика. В нашем случае это будет Гончаров, заместитель директора. Аналогичным способом заполняем еще два вопроса. В третьем вопросе у нас поменяется только докладчик. После чего мы нажимаем сохранить изменения. После чего у нас появляется возможность каждому вопросу добавить участников, которые за этот вопрос будут голосовать. Поэтому мы нажимаем мнение и голосование. Нажимаем редактировать. После чего мы здесь нажимаем добавить должностное лицо. У нас Гончаров является докладчиком, поэтому мы добавляем его. И после того, как мы добавили его в один вопрос, у нас появляется возможность добавить его и в остальные вопросы. Мы его добавим в еще один вопрос, в покупку серверного оборудования. После чего мы добавим еще Рублеву, так как она тоже является докладчиком. И добавим ее уже во все вопросы. После этого нам следует перейти во вкладку участники для того, чтобы мы могли как раз таки просмотреть, кто в каких вопросах у нас участвует. Для этого нам в столбце вопросы нужно нажать на соответствующую кнопку. И видим то, что Лихачев у нас не является докладчиком, но при этом принимает участие в рассмотрении трех вопросов. Гончаров у нас является докладчиком в двух вопросах и в этих же двух вопросах принимает участие в рассмотрении. А Рублев у нас является докладчиком в одном вопросе, но при этом принимает участие в рассмотрении трех вопросов. После этого нам следует расставить голоса нашим участникам. Мы нажимаем «Редактировать» и выбираем уже голоса, которые у них будут во время голосования. У Лихачёв у нас будет совещательный голос, у всех остальных будет обязательное участие и решающий голос. Нажимаем «Сохранить изменения». Также следует отметить то, что у нас имеется возможность уведомить всех наших участников по почте. Для этого нам нужно нажать на эту кнопку «Отправить уведомления». После того, как у нас участник уведомлен, его имя загорается зеленым. После того, как мы уже расставили все голоса, определили вопросы, кто в них будет участвовать, наша задача — это создать повестку дня. Мы нажимаем «Редактировать», меняем статус на согласование повестки дня, нажимаем «Сохранить изменения». И тут во вкладке «Основные в документах» мы нажимаем «Сформировать документ». Шаблон документа у нас «Повестка дня». Название документа у нас аналогично. И утверждающий у нас — это «Лихачева». Нажимаем «Сформировать». Нажимаем «Сформировать РКПД». Из списка выпадающих документов мы выбираем «Повестка дня». После чего у нас как раз-таки регистрируется карточка проекта документа. После этого нам ее следует утвердить, то есть подписать. Поэтому мы выходим из личного кабинета «Лихачевой» и заходим в личный кабинет «Захарова». Заходим в «Новые события». Выбираем наше новое событие. Ждем, пока оно у нас загрузится. Нажимаем на карточку проекта документа и нажимаем «Подписать». Записать. Закрываем, выходим из его личного кабинета и возвращаемся в личный кабинет «Лихачевой». Заходим в наше собрание. Нажимаем на рабочую карточку проекта документа. Нажимаем «Подписать». Записать. А затем и «Регистрировать». У нас как раз-таки появляется окно, где отображена вся информация, и мы опять нажимаем «Регистрировать». После этого прошу обратить внимание, что у нас статус автоматически поменялся. Он ушел из активных. И вот повестка утверждена. И сама эта повестка дня, она у нас отобразилась в соответствующем окне. После чего мы опять заходим в собрание. И следующей нашей целью будет поменять статус. Потому что после утверждения повестки дня, следующий у нас статус – это голосование. Нажимаем «Да». И переходим к следующему этапу. Коллеги, на данном этапе мой коллега Александр показал, как заводится в системе некоторое событие, в данном случае совещание, заседание. И, соответственно, после заведения карточки появляется у нас запущенная процедура голосования. Теперь следующий этап – это проведение голосования, подсчет голосов и формирование соответствующих протоколов, выписок из протокола и так далее. Поэтому сейчас мы с вами займемся непосредственно голосованием. В системе дела, когда происходит голосование, то предполагается в первую очередь, что каждое должностное лицо, которое принимает участие в голосовании, естественно, заходит в свой личный кабинет и проводит голосование исключительно только по тем вопросам, которые ему были предназначены. В данном случае вы видели, что Гончаров у нас голосует только в двух вопросах из трех. Поэтому сейчас это посмотрим, каким образом система ограничивает доступ. Далее, система позволяет делать следующий момент под названием «быстрый ввод мнений». Дело в том, что в соответствии с учетной политикой вашей компании у вас могут быть в компании сотрудники, которые имеют право голосовать за других сотрудников. И, соответственно, когда такой сотрудник имеет право проводить голосование за других сотрудников, система дела, естественно, позволяет нам это делать. То есть мы можем за счет ввода быстрого ввода мнений проводить голосование за других сотрудников. Поэтому давайте посмотрим все варианты возможной голосования и далее продолжим. Итак, у нас с вами сейчас события находятся в стадии голосования. Зайдем через личный кабинет Гончарова. Перейдем в модуль события. Найдем наше событие. Мы видим, что у события статус сейчас голосования. И, соответственно, мы перейдем в вопросы. Посмотрим, какие у нас вопросы. Переходим в мнение и голосование. И есть у нас вот такая кнопочка, называется «Голосовать». Обратите внимание, есть кнопочка «Голосовать» и есть еще кнопочка «Быстрый ввод мнений». Но у Гончарова он недоступен. Почему? Потому что в данном случае Гончаров голосует только сам за себя. И если обратите внимание, то только, видите, вот те же самые два вопроса, которые у него и были. То есть, видите, вопроса у него для голосования нет. Поэтому Гончаров может голосовать только за себя и только за два вопроса. Поэтому выберем Гончаров и нажмем «Голосовать». В момент голосования за первый вопрос есть следующие варианты. «Это не участвую», «За», «Против» и «Сдержался». Ну, мы за свои вопросы, в которых выступали, соответственно, поставим «За». Далее есть возможность ввести вручную какой-то, скажем так, комментарий к своему мнению, да, примечания и так далее. Нажмем «Сформировать». Так, и вот у нас появился, видите, статус «За». Выберем второй вопрос и также проголосуем «За». Вот у нас с вами в двух вопросах появились отметки «За». Соответственно, когда каждый сотрудник заходит в модуль совещания и проставляет свои голоса, то мы можем видеть, в какой стадии у нас сейчас находится процесс голосования. Ну, понятно, что процесс голосования может у нас занимать несколько часов, может там несколько дней длиться. Тут уже в зависимости от того, каким образом мы с вами создали события. Давайте вернемся в кабинет секретаря. И далее уже с вами продолжим голосование из кабинета секретаря. В данном случае у секретаря стоят правами доступа возможность голосовать за всех участников, поэтому, чтобы не терять время и не голосовать от каждого участника, мы, соответственно, как раз-таки воспользуемся возможностью ввода мнений за всех участников. Вот у Лихачевой, соответственно, доступны все три вопроса, и за все три вопроса мы определенным образом проголосуем. Итак, будем вводить мнение. Значит, Лихачева по первому вопросу от себя лично проголосует «За», от имени Захарова проголосует «За», Гончаров уже, в принципе, проголосовал за вопрос, Зарублева проголосуем «За». Сохранить. Вот у нас по первому вопросу проголосование состоялось. Далее введем по второму вопросу. Так, здесь тоже у нас первый вопрос будет «За», второй вопрос будет «За», третий вопрос «Гончаров» у нас голосовал, и Рублева тоже, допустим, у нас проголосует «За». Сохранить. Ну и третий вопрос. Здесь также введем мнение быстро. Так, Лихачева голосует «За», Захаров, допустим, воздержится, ну, Рублева, скажем, проголосует «Против». Гончаров по данному вопросу в участии в голосовании не принимается. Сохранить. Итак, мы видим, что у нас по каждому вопросу теперь голоса стоят. Далее, что мы можем с вами теперь делать? После того, как у нас закончилось голосование, мы можем перейти вкладку «Решение» и, собственно говоря, нажав соответствующий значок, произвести подсчет голосов. Итак, слушали каждый вопрос. В каждом вопросе произошел подсчет голосов. Итак, вернемся первый вопрос, смотрим. Слушали про покупку ПО, видим по количеству голосов, что у нас, в принципе, решение положительное, поэтому можем написать «Решение принято положительно». Далее, второй вопрос. Слушали покупку сервенного оборудования. Также смотрим по количеству голосов, чтобы, в принципе, все проголосовали «За». Поэтому напишем также «Решение принято положительно». Далее выберем третий вопрос. И здесь мы смотрим, что у нас один проголосовал «Против», один «Воздержался», ну и совещательный голос «За». Поэтому мы делаем вывод о том, что в данном случае, наверное, вопрос требует дальнейшего обсуждения, поэтому мы его можем, например, рассмотреть в будущих заседаниях. Поэтому здесь напишем «Решение не принято». Скажем, допустим, требует дополнительного изучения. И у нас стоит отметка о том, что включить в протокол. Итак, нажмем «Сохранить изменения». И, в принципе, у нас статус поменялся на согласование протокола, и по всем вопросам появляется отметка, что в данном случае решение то или иное по вопросам у нас, соответственно, принято. Поэтому теперь, когда у нас решение принято, мы должны с вами перейти во вкладку «Основной» и сформировать итоговый протокол. Для этого нажимаем на соответствующий значок, выбираем шаблон документа «Протокол». Мы пишем название протокола. Выберем должность утверждающего, в нашем случае будет тоже Лихачева. И сформируем протокол. Вот у нас таким вот образом будет выглядеть протокол. Сейчас я сформирую карточку, и потом поподробнее посмотрим протокол, как будет выглядеть. Протокол совещания. Итак, у нас сформировалась регистрационная карточка проекта нашего протокола. Мы можем его открыть, посмотреть. Значит, так, протокол совещания, номер такой-то. Слушали в соответствии с повесткой дня по каждому вопросу выступающих. Далее, столько-то у нас голосов. Все это здесь прописывается. И вот, собственно говоря, вот это решение. То есть у нас появился определенный протокол. Ну и далее, этот протокол необходимо, опять же, утвердить и зарегистрировать. Что, собственно говоря, мы сейчас с вами сделаем. Зайдем в кабинет руководителя. Откроем карточку нашего проекта протокола. Нажмем подписать. Записать. И далее перейдем в личный кабинет секретаря. Произведем также утверждение протокола и последующую его регистрацию. На данном этапе, если обратите внимание на статус нашего мероприятия, у нас стоит согласование протокола. Протокол мы с вами согласуем. Подписать. Записать. И произведем регистрацию. Соответственно, при регистрации у нас все необходимые поля уже заполнились и появляется уже регистрационная карточка протокола. Нажмем зарегистрировать. И в этот момент у нас с вами, закроем события и заново в него войдем, мы увидим статус протокола утвержден. И, собственно говоря, он появляется в качестве итогового документа. Зайдя в саму карточку, мы опять же увидим этот статус. Протокол утвержден. И здесь мы с вами видим регистрационную карточку протокола. Далее, что хотелось бы еще отметить, когда у нас происходит процедура голосования, у нас есть две дополнительные функции. Это обсуждение и создание подчиненного события. Немножко поподробнее об этом расскажу, и потом мы вернемся уже к окончанию нашего сценария. Итак, что значит обсуждение? В момент, когда нам требуется пообсуждать какие-либо темы, мы, соответственно, можем создать необходимую тему. Допустим, создадим тему обновления или обсуждения вопроса номер один. И есть возможность у нас создавать темы как открытые, так и приватные. Если мы создаем тему открытую, соответственно, у нас в данной теме будут участвовать все те должностные лица, которые принимают участие в данном событии. Если мы создаем количество тем, мы можем создавать абсолютно неограниченное количество. Если мы создадим тему приватную, допустим, финансирование, то в данном случае мы должны выбрать непосредственно тех участников, которые могут в этой теме проводить обсуждение. Причем здесь мы можем добавлять участников в принципе любых в пределах нашей компании, которые требуются нам для обсуждения данной темы, даже несмотря на то, что эти участники могут непосредственно в самом мероприятии участие не принимать. И таким образом, создав такую тему, она у нас появится с замочком. И здесь, соответственно, будут участвовать в обсуждении только те участники, которые в эту тему, соответственно, приглашены. Ну и если нам необходимо в рамках одного события создать подчиненное событие, то мы нажимаем кнопку создать подчиненное событие. И, допустим, по какому-то вопросу нам необходимо еще дополнительно выслушать каких-то участников. Мы можем, соответственно, создать еще одну карточку события. Создав ее, у нас в связанных событиях появится список всех этих дополнительных связанных событий. Итак, вернемся к нашему протоколу. После того, как протокол у нас утвержден, что мы можем с вами делать? Мы можем уже в соответствии с учетной политикой вашей компании данный протокол уже по системе электронного документа оборота направить, допустим, на ознакомление с сотрудником. Можем ввести резолюцию и, соответственно, необходимым сотрудникам направить ее на выполнение. Можем разбить резолюцию на пункты. То есть создать несколько пунктов и разным сотрудникам, соответственно, отправить разные пункты на выполнение. Это уже пойдет, скажем так, в рамках обычного документа оборота. Далее, после того, как у нас есть сформированный протокол, у нас есть возможность создать выписку из протокола. Поэтому переходим в инструмент формирования выписки. Нажмем «Формировать выписку». Выберем, допустим, вопрос номер один. Нажмем «Далее». У нас, соответственно, сформируется соответствующая выписка. Также сформировать «РК». Выберем из группы документов выписка из протокола. Сейчас, секунду, найду ее. Так, выписка из протокола совещания. Ну и, соответственно, у нас появится необходимая выписка, которую мы также тоже можем отправить на ознакомление, либо в качестве уже резолюции отправить на выполнение тому или иному сотруднику. Вот, собственно говоря, один из вариантов сценария, как может быть использован модуль управления совещаниями, заседаниями и голосованием. И я вам говорил о том, что у нас есть еще один из вариантов создания. Событие – это создать из пункта плана, на основании пункта плана. Поэтому давайте поподробнее здесь тоже остановимся. И вам расскажу, что это такое. Значит, смотрите, когда мы с вами создавали событие через кнопку «Создать», мы создавали непосредственно уже конкретное событие, в которое включали соответствующих должностных лиц, и этим должностным лицам событие после создания попадает в календарь, в блок события. То есть это созданное событие, в котором предполагается, что люди принимают участие, это событие должно состояться обязательно, ну и так далее. Но бывают ситуации, когда мы какое-то событие только планируем, допустим, на какую-то дату, условно, например, на 29 марта, то есть на завтра. Но само событие мы пока не создаем, потому что мы на самом деле не знаем, а вдруг оно не будет у нас актуально, и мы решим, что не будем создавать это событие. Поэтому мы можем с вами перейти в календарь и создать пункт плана. Обратите внимание, если мы с вами переходим просто в календарь, то в календаре мы видим все необходимые карточки, включая существующие события, о которых я говорил. Вот, пожалуйста, идет событие, допустим, в статусе голосования и ссылка на какое-то событие. То есть у всех участников, у кого в календаре данное событие, есть возможность перейти на данное событие. Но если мы переключим календарь в состояние план, то здесь я вижу событие только я, которое относится ко мне. И обратите внимание, есть событие вот с таким пунктирчиком. Это говорит о том, что это именно план. Здесь можно провести некую аналогию, ну, скажем, знаете, бумажный стикер есть такой. То есть мы берем стикер, написали что-то на нем и приклеили себе на монитор, ну, чтобы не забыть. Соответственно, если событие у нас имеет место быть, мы его зарегистрируем. Если, скажем так, актуально событие пропало, мы стикер порвали, выбросили. Вот здесь можно сделать то же самое в электронном виде. Поэтому у нас есть возможность сдать кнопочку «Создать пункт плана». Откроется соответствующая карточка, которую вижу только я. Выбрать здесь тип, например, если мы планируем какое-то событие, допустим, мероприятие, собрание вот сразу здесь выбрать. Допустим, у нас будет мероприятие. Поставим дату. Ну, пусть вот сегодняшняя дата будет, да. Тема, конференция. Напишем, например, конференция. Место проведения. То есть мы сразу можем заранее какие-то поля заполнить. Например, малопереговорная. Сразу можно также поставить какой-нибудь документ основания, например. У нас в буфере есть одно, а нет, у нас в буфере нет. Ну, тоже можем скопировать, в принципе, в буфер вставить и нажать «Создать». И если мы посмотрим, то у нас появилось событие. Мы можем переключить календарь в режим, допустим, неделя. У нас есть, видите, мероприятие пунктиром. Мы на него нажали. Вот оно у нас отображается. Зашли, и вот мы видим наше событие, да. При этом оно у нас только в нашем плане. Больше никто его не видит. Если это событие потерял актуальность, мы зашли, нажали, допустим, «Редактировать» и нажали, например, «Отменен». То есть такое событие оно не будет фигурировать нигде. Если же оно актуальность не потеряло, и нам необходимо эту конференцию запланировать, достаточно зайти в события. И чтобы уже не создавать новое событие и заново заполнять карточки, нам достаточно зайти на основании пункта плана и выбрать созданный пункт. Вот у нас есть конференция «Малая переговорная». Мы вот его выбрали, нужно ли выбрать. И у нас сразу открывается соответствующая карточка, где у нас, в принципе, частично уже заполнено. То есть, допустим, название, место проведения, основание, если было указано. И нам останется только дозаполнить все остальные поля и нажать «Регистрировать». Вот таким образом мы можем увеличить время, точнее, увеличить эффективность и, соответственно, снизить время, которое мы затрачиваем при создании тех или иных событий. Спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. Я, в принципе, чат просмотрел. Очень много было вопросов, связанных с модулем. На большую часть вопросов, конечно, мы уже постарались вам ответить. Если имеются еще какие-либо вопросы, пожалуйста, пишите в чате. Если у вас вопросы возникнут позже, вы можете направить нам на почтовый ящик market-sobaka-eos.ru и мы обязательно проанализируем все вопросы, мнения и пожелания и обязательно вам ответим. Если вопросов нет, благодарю за внимание. Спасибо, что приняли участие в нашем вебинаре. На самом деле модуль подразумевает. Вот здесь Ирина Роменькова спрашивает по ВЦП. В модуле присутствует функция использования электронной подписи. И, соответственно, подпись электронную можно, например, применять при проведении голосования. То есть вы, когда нажимаете, допустим, по какому-то вопросу «За», то поставив отметку «Использовать электронную подпись», нажимаете «Подписать». Да, там появится значок, но есть возможность нажать «Проверить подпись». И в документах, которые будут сформированы, допустим, тот же самый «Повестка дня» или «Протокол», там также есть возможность утверждать с использованием электронной подписи. Тоже появится значок о том, что документ подписан с помощью сертификата электронной подписи. И также будет возможность нажать «Проверку подпись» на действительность. Сам ключ программа не показывает, потому что для этого предусмотрена криптографическая система «Карма». И когда вы нажимаете кнопочку «Информация о ключе», то уже запустится «Карма», и она покажет вам информацию о ключе, о владельце, о статусе сертификата, там, скажем так, ну и вся необходимая информация. Вопрос. Нет возможности редактирования проекта «Повестки дня». Дело в том, что мы сейчас вам показали один из сценариев. У нас в ближайшее будущее выходит новая версия системы «Дело», и модуль «Управление совещанием голосованием» он тоже не стоит на месте, он также будет обновляться. И, соответственно, те пожелания, которые вы нам можете высказать, мы обязательно к ним прислушаемся и по возможности добавим в качестве функционала в последующих возможных сборках. Итак, коллеги, если вопросов больше не имеется, еще раз повторюсь, если вопросы возникнут позже, можете написать нам на нашу почту. Мы с удовольствием ответим. Спасибо за внимание. На данный момент номера образования пока только свободные. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин